Всем привет, это сегодняшний видеоролик и спящий человек паук посмотрит в спящем режиме за всеми игроками, которые после обновления пользуются всякими фичами, либо же не пользуются. Чтобы вам более детально и подробно объяснить, чем я сегодня собираюсь заняться, я буду следить за игроками и смотреть, будут ли они пользоваться самокатами, будут ли они смотреть мусор, какой-нибудь лут, искать что-то новое, интересное для себя. И вообще в целом посмотреть, что и чем занимаются игроки на проекте Amazinger Perush, а именно на сервере Azur. Не забывайте вводить мой промокод Leonti, который на пятом уровне даст вам 100 тысяч рублей, а на десятом уровне 200 тысяч рублей. Соответственно, также добавляю к этому бонусы на старте, x2 опыт и все остальное. Значит, начинаем спектейтить. Первый. Эти люди летят на вертолете. Куда только они летят, я на самом деле не понимаю. Но они, судя по всему, два брата, потому что у них две фамилии Кортес на двоих, одна точнее фамилия Кортес на двоих. Статистику я, по-моему, не могу чекать, но да ладно. Это единственный минус ютуберке. Но вроде они куда-то летят, так что не особо что-то задействовано. Тут мы видим Хасан Фантазеров типа чилит на параше, а именно в карцере. Ролик про сильный я, кстати, уже снимал. Вот его Савелий Кутепов мутузит. Принял его, так сказать, за вафлю. Вроде как бабский скин. И сейчас она его, получается, отработает. Все, Хасан Абули в чешке, получается. Так, марковод. Сразу видно, человек спит. 5 минут в АФК прям по середине дороги встал. Как бы ничего не стесняется, балдеет. Я считаю, правильное решение абсолютно. Так что марководам это позволено. У меня тоже марк был. Но до последнего видеоролика, в котором вы сами видели, что я его продал за 500 рублей в гос. Даже за 200. Так, это у нас уже злостные нарушители общественного порядка. Это у нас Демарган. Тут, соответственно, Глеб Гориков и Джон Рокстар. Они сидят, тоже балдеют. Там я вижу Микки Сальватруча. Как бы игроки не особо чем-то занимаются. Они просто в АФК режиме. Это что было? Тут я посмотрел, только и чел уже сбрели. Артем Бортников это чисто вот помогает, да, таблеточки выдает там людям. Вот они идут к нему. За помощью дай таблетку, вылечи. Так, челед на параше. Это вообще в маске какой-то персонаж непонятный. Он, видимо, анонимус из фракции РМ. Рейтинговый матч, да? Как бы ничего сказать не могу. Человек занят, он в маске бегает, наверное, чем-то занимается, работает, что-то важное у него. Но, судя по всему, самокат он достать не может, потому что у него его нет. Он бы мог уже легко и просто доехать туда, куда ему нужно. Даморган. Больница Хилица. Так, тут у нас механик стоит на кольце в Юшку. Кстати, им там добавили СТО-шку рядом. Это вообще имба. Можно тех заезжать, чиниться. Это очень годно. Там челы на гелике из Фомы Визара тоже чиниться подъехали. Либо заправляются так долго, не знаю. Не электробус, к сожалению. Видимо, чел еще не нафармил до того нужного заданного уровня, чтобы ездить на электробусе. Но маршруты как бы видоизменили, по-моему, для всех автобусов. Так что он занимается явно полезным делом. Вообще слежу просто за человеком, которого нет. Показана его пятерка. Машина хорошая, интересная, дрифтит. Так, человека что-то стоит, втыкается своей десяткой. Не знаю, он, наверное, ее пришел по запчастям разбирать и выставлять на Авито. Но, судя по всему, ничем особо не занимается человек. Садится в машину, сейчас поедет по делам. О, это у нас уже более серьезный. Это Губер. Это его охранник. Еще один какой-то, то ли советник, то ли посол. Непонятно. Так, этих людей мы видели в прошлом ролике. Они у нас тут просто флексят на Анашане. Ничего интересного у них там нет. Семнадцатого ИДИ нету. Восемнадцатый ИДИ Минато Токахаша. Он стоит балдеет. Что-то я пока не обращаю внимания на то, есть ли вообще у людей самокаты или нет. Катаются они на них. Может, я просто в тайминге не попадаю. Опять автобусник. Вон там дальнобойщик. Тут они рыбачат на яхте. Вообще балдеют. Еще один на яхте. Так, Лафиата Леджендари. Ну, тут понятно, как бы, тут, скорее всего, муж и жена одна сатана, да, девушка и парень. Они в каком-то укромном местечке, в Южнохимии. Химия для всей семьи. Ну, за химией, короче, приехали, загрузятся сейчас и поедет в Лексик. Так, тут понятно все. Тут у нас медик садится в Ешку. Опять-таки, ничего с обновлением задействованного не вижу. Тут казиношники. Чисто испытывают фортуну, удачу, чуечку, да. Не электробус. Тут вообще заправка горит, как бы, все, перезвоните, пресс-эп, обули в чешке. Так, Джеми Торетто, богач, он стоит у особняка. Вон там, я смотрю, батолет летит. Так, Роман Македонский. Это кто-то у нас полковник. Полковник стоит, отдыхает. Так, тут шахтер, каменщик, вкалывает в маске анонимуса. Чисто руду фармит, красавчик. Это дальнобой, везет свой заказ, развозит. Тут все понятно. Так, Влад Кэроти, не знаю кто это, но он куда-то поплыл. 35-й АВК-режим. 36-й, я механик, здравствуйте, не тревожить. Так, это вообще что такое? А, это, по-моему, завод, который добавили с новым обновлением, если я не ошибаюсь. У них прикольная такая форма. Ну, неплохо, кстати, тоже делом заняты. Видимо, молодцы. Так, тут лесопилка, чисто деревья рубит. Так, это у нас чел куда-то в гаражи приехал. Не знаю, чем он тут будет заниматься. Тут понятно все. Uber Taxi ждет заказ от военной части. Хазбуа вообще откис на целый час. Серга Драгон стоит, лечится. Жарит шашлык. Ждет шашлык. Вообще, я что-то не понимаю. А, только... О-о-о-о! Вот это, кстати, имба у них в... Как это называется-то? Господи, это огромная станция. ТРК Амазин. У них тут вообще прикольно. У них тут за место, пусть говорят, пусть тарахтят, сделано. У них тут какое-то мероприятие проводится. Это, кстати, интересно. Я бы поработал в ТРК Амазинг. Это прикольно, мне кажется. Так, чел, в баньке флексит. Так, ну тут все понятно. Жена тебя киркой. Чисто в ответ заферачивала. Заверачивала. Лечимся. Так, понятно. Давайте, короче, листать будем до каких-нибудь там интересных моментов, когда будет какой-нибудь самокат. Потому что мне очень интересно, попадется ли мне такой человек или нет. Потому что обновления добавили совсем недавно. И, во-первых, возросло число тех, кто пользуется им. И мне интересно, каким образом и насколько часто. Но пока мы видим в основном АФК-шников. И они не особо что-то пользуются какими-то самокатами и всем остальным. Но я думаю, эта тема интересная. Просто надо подловить момент. Когда это будет видно. И когда можно сделать какие-то из этого приводы. Тут челокомпуктер стоит. Кстати, эта хата прикольная. Мне очень нравится интерьер, который делает Амазинг. Так, тут челочередная. Четыре часа подряд от флекси. Это военная часть. У них также очень красочно. Топово сделано. Вертолет куда-то полетел. Так, тут у нас в Жигуле чел флексит. Это такси на Порше. Нормально. Опять вертолет. Такого игрока нет. Так, чел в обычном КПЗ. Который могут садить полицейские. Тут Яндекс.Такси. Тут опять вертолет. Вертолетами часто пользуются. Не знаю почему. Чем это вызвано? Вертолеты вроде бы не добавляли и не меняли. Все осталось так же. В прежнем порядке. Так, ну тут что-то пригустил чел в армии. Едем куда-то, что-то везем. Выполняет квесты. Так, ну тут все понятно. Ясно. 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 Так, а что-нибудь я найду вообще сегодня связанное с новым обновлением. Это что, девочка из The Last of Us? Сомневаюсь. Что они делают? Какие-то подарки. Они подарки собирают. Прикольно, кстати, выглядят. Два брата-акробаты. Я бы так же хотел с кем-нибудь побегать. У них, кстати, ID почти одинаковые. 88 и 87, походу. Так. Тут чел балдеет стоит. Понятно. Понятно. Ну что-то я не вижу пока тех, кто катался бы на самокате, ездил бы на электробусе, либо что-то делал, связанное с новой обновлением. Я что-то завтыкал. А это что за русские печи? Он в какой-то резьбушке живет. Посмотрите, он на печи спит. Прикольно, кстати. Хороший интерьер дома. Мне нравится. Так, тут Тулева в мэрии. Походу охранник затулил своего напарника. Ну ничего страшного. Такое бывает. Как бы не стоит огорчаться. Тут Чау в исправительной колонии. Это лесопилка. Это дальнобой. Это Тойота Супра. Это авторынок. Это рассекает по просторам. Тут у них мероприятия. Тут у них больница. Тут дальнобой. В основном дальнобой. В основном вертолеты. В основном фракционщики. Пока еще из нового обновления не увидел приколов всяких. На ладе стоит заряженный чел. Слушайте, ну вообще они занимаются всем чем угодно. Но штуками связанными с новым обновлением. Че-то челы не стремятся заняться. Я не знаю. Может я вовлю реально те тайминги, когда это не востребовано особо. Думаю надо зайти вечером и посмотреть что там будет. Но я пока вижу как вот губернатор гонит на своей феррари куда-то в закат. Че-то пока я не наблюдаю. Да, давайте до двухсотого долистаем. Короче на этом остановимся. Потому что уже выводы так и так будут сделаны. Онлайн всего 300 человек. Как бы 200 из 100 считайте. Вот, наконец-то мы нашли. На самокате Влад Гайдук ездит. А че он с ним делает кстати? Вот видите, он попал в какую-то сложную тяжелую ситуацию. Ему надо добраться к какой-то точке. Он достал самокат и поехал на нем. Я считаю чел делает полностью все правильно. А, он чисто искупался и до своей фуры доехал. Ну в принципе тоже разумный вариант решения и развития событий. Вот это уже, вот это уже меня радует. Это уже супер. Так, тут у нас понятно грузят зэков. Тут у нас понятно че взял хлеб и бежит куда-то. Тут они на бэхе рассекают. Тут завод. Ну, кстати, завод это новое обновление. Я тоже завтыкал, я не прав. Вот завод востребован, самокаты востребованы. Не будем спорить за человека, он занят. И фракции востребованы. Это очень хорошо, потому что во фракциях игроки есть. Причем во всех абсолютно, кого я только сегодня не встретил. Все фракции. И банды, и мафии, и госструктуры. Как бы это очень хорошо. Ну, а также много нарушителей, что я могу заметить. Которые сидят в Деморгане, в КПЗ. Многие моются в бане. Многие работают на дальнобоях. В общем, все чем-то дозаняты. Это очень хорошо, то что игроки не втыкают. Это значит то, что для вас есть варианты развития событий. То есть их изобилие. Вы можете заняться чем угодно на этом сервере. И найти себе напарника, друга, товарища. Вообще, кого хотите, в принципе. Даже свою вторую половинку. Учитывая то, насколько тут много распространено. Играть в семьях. Насколько тут распространено играть в семьях. Автобусы. Ну, пока до электробусов что-то я не дошел. Но я думаю, не дойду. На электробусе, походу, никто не работает в этот момент. 181 нету. 182 нету. 183 нету. Есть. Нету. Так, тут у нас Тулево на плюс С. 200, понятно, дальнобой. Все. Ребят, мы всех пролистали. Я считаю, мы миссию выполнили. Как бы. Зрегайтесь, по-моему, промокуту на сервере Азур Левонтий. Получаете на пятом уровне 100 тысяч. На десятом уровне 200 тысяч. И, соответственно, ослаждайтесь от процесса игры. Мы сделали выводы. Мы посмотрели, чем занимаются игроки. Изобилие и раздолье для вас здесь обеспечены гарантированно. Всем спасибо за просмотр.